Клинические случаи 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 который нам бы тоже помешал для иммунотерапии. Что интересного еще в дизайне исследования было? Что? Начали только с таргетной терапии, не сразу тройную комбинацию. Почему это важно? Потому что комбинированная таргетная терапия, меланома, она имеет свои осложнения, причем довольно выраженные, довольно явные осложнения, и третьей, четвертой степени в том числе, которые требуют приостановки, коррекции дозы. Поэтому дизайн исследования, включавший возможность сначала справиться с осложнениями таргетной терапии, например, и потом уже добавить иммунотерапию, это тоже важно. Для какой группы возможно? Это в том числе точка приложения. Для группы, которой мы не можем начать с иммунотерапией по объективным причинам, по ЭКОК-статусу и так далее, которые мы бы, наверное, в рутинной практике назначили таргетную терапию. Получается, мы начинаем три года назад, пациентке первую линию. И приятно, нас радуют наши успехи, пациентка очень хорошо переносит довольно. Да, нам пришлось скорректировать дозу таргетной терапии, были осложнения кожные, но объективный ответ не заставил себя долго ждать. Что мы имеем? Минус 45%. Да, справедливости разе, но, конечно, стоит заметить, что, учитывая, что мы назначаем таргетную терапию, без сомнения мы надеемся на объективный ответ. И между группами, как вот уже сейчас доложено, частота объективных ответов действительно была похожая. Мы, в общем-то, на них и рассчитывали. Теперь мы рассчитываем, что это будет подольше, да? То есть объективного ответа мы добились. Что же происходит через год? У пациентки начинается рост очагов небольшой, 7%, и новые очаги. Как это выглядит? Вот КТ пациентки до начала терапии. Бронхопульмональный вот лимфоузел, легкие. Единичные, мелкие, на самом деле, очаги. И вот через год пациентка демонстрирует увеличение бронхопульмональных лимфоузлов. И вот такая картинка в легких. Нам КТ-специалисты пишут. Появление интерстициальных изменений, но как-то так аккуратно, за счет, в том числе, уплотнений междольковых перегородок. Ну, сейчас бы эта картинка вообще напугала многих. Благо, это 2 года назад было. Мы, конечно, тогда не думали о каких-то еще дополнительных моментах. И, конечно, нам, и все равно, вы знаете, нам было о чем подумать. Потому что я пришла на КТ, я, конечно, безумно расстроилась, молодая девушка. Я прихожу, говорю, ну, давайте, может быть, будет пульмонит. И они говорят, так, Наталья Владимировна, крепитесь. Это, скорее всего, канцерматос. Хорошо, давайте рассуждать. Ну, ответ, когда мы достигаем, понятно, уменьшение очагов, все очевидно. Может увеличиться очаг? Ну, может. Почему бы нет? Взял и вырос. Тогда мы называем это прогрессированием. Может здесь быть канцерматос? Ну, может. Объективно, да, даже вот мы, некатые специалисты, посмотрев на это, можем сказать, ну, да. Конечно, вот сказать, что это, наверное, не возьмется никто. Но при этом мы же понимаем, что могут увеличиться очаги и за счет инфильтрации, причем иммунными клетками. Может быть, может. Может быть, это псевдопрогрессирование. Может. Ну, мы на это, по крайней мере, надеемся. И причем, когда мы только начинали, нам казалось, что, ну, мне, скажу за себя, мне казалось, что это больше будут, знаете, данные, о которых мы читаем. Ну, вот практика, она такая, ну, прям захватывающая, мне кажется. Мы все больше видим это псевдопрогрессирование. Это совершенно некнижная какая-то ситуация. Ее даже чуть больше, мне кажется, в реальности, чем они печатают с точки зрения процента. Может быть, псевдопрогрессирование? Может быть. Ну, что-то у нас вот и непонятное то ли прогрессирование. Псевдопрогрессирование. Что произошло у пациентки? Может это быть пневмонитом. Ну, вообще, мы, конечно, привыкли картинку пневмонита все-таки видеть иначе. Да, вот слева, ну, наверное, классический такой, заметный, как бы мы вот, наверное, меньше сомневались, что это пневмонит. Ну, хорошо. Мы, если допустим, предположим, что это пневмонит, открываем наши чудесные рекомендации, которые с автором как раз председателя ССИО-ДОС участвуют. И смотрим, что же мы должны делать. На самом деле, очень емко, кратко, лаконично, понятно. Это очень ценно, потому что когда даже вот вроде постоянно смотришь, консультируешь, видишь пациентов, но первый момент, когда приходит пациент, почему-то так вот даже я за собой замечаю, ловишься на мысли, надо назначить терапию. И какую терапию? И вот этот момент, он какой-то проскакивает, и очень хорошо нам подсказывают рекомендации, как быть. Значит, сначала давайте поймем, точно ли перед нами вообще пневмонит. Ну, хорошо, эту часть мы с вами обсудили. Второй момент. Давайте просто поставим степень. Вот этот момент, я даже когда приходят за советом, я говорю, какая степень, вот на ваш взгляд? И тут начинают задумываться, вот уже собрали вроде все данные, а степень как-то вот автоматически не ставится. И если мы поставим степень, мы можем уже действовать исходя из этого, как-то оно уже более объективные какие-то данные. Хорошо, мы поставили степень. Ну, тоже, вот для атезолизумамба они предлагают, например, при даже первой степени приостановить лечение. Мы с вами при бессимптомном пульмоните чаще всего в рекомендациях видим, что мы можем продолжить. То есть, получается, у нас на данный момент есть, в общем-то, ну, так вариант для действия. Хорошо, мы понимаем, что нежелательные явления по данному этого клинического исследования могут быть. На самом деле, не так уж много тяжелых, но их действительно много по количеству справедливости ради заметим. Хорошо, давайте посмотрим. У нас три варианта действий. Если канцерматоз, нам вроде бы надо бы поменять терапию, да? Если псевдопрогрессирование, тогда, конечно, нам стоит ее продолжить. Хорошо, между двумя этими моментами у нас есть с вами точно вариант действия. Это КТ-подтверждение через от 4 до 8 недель. А вот если это пульмонит, то это вроде как надо лечить осложнение. Если мы будем лечить осложнение, однозначая адекватную дозу кортикостероидов, то есть, допустим, даже миллиграмм на килограмм, мы должны прервать терапию. Одновременно это не делается. Таким образом, пациентки продолжат терапию или прервать терапию? Хорошо, мы подумали. Где же будет меньше вреда и больше пользы? Хорошо. Допустим, мы назначим кортикостероиды в адекватных дозах. Помешает ли это нам понять псевдопрогрессирование? Но на самом деле это тоже иммуносупрессика. Мы вроде добивались того, чтобы у нас была иммунореакция и так далее. И так далее, мы за этим, в общем-то, и идем лечить. А вот пульмонит это вылечит, без сомнения. Если же мы продолжаем антипедиадинтерапию, без сомнения нам это поможет и прояснит прогрессирование или псевдопрогрессирование. А вот если мы продолжим, на фоне пневмонита мы должны понимать, что мы можем усугубить ситуацию и довести ситуацию с нарастанием степени выраженности до довольно неприятных, куда бы ни хотелось. Мы тогда приняли такое соломонное решение, мы много обсуждали. И вы знаете, мы решили и ни один вариант выбрать, и ни второй. Было такое принято решение продолжить терапию. Но учитывая, что мы знаем, что мы можем оставлять дозу кортикостероидов в пределах 10 мг, фиксированную дозу, мы так и сделали. Мы оставили терапию, мы продолжили отезолизумаб, но на фоне поддерживающей дозы. И вы знаете, на следующем же катет, если мы посмотрим, легкий, вот не узнать. Я помню прекрасно вот этот момент, когда я посмотрела, я так была рада, потому что с одной стороны, во-первых, возможно, мы вылечили первую степень пневмонита. Можем? Могли. В принципе, могло хватить. А может быть, мы просто переждали, и это было псевдопрогрессирование. Может быть? Может быть. Поэтому, это приятная часть. Что дальше было? Примерно через год, на самом деле, мы долго уходили с этой поддерживающей дозы, потому что вот через год, например, уйдя, небольшая зона в легких рецидивировала опять инфильтрация. И мы вот тоже смотрели, как нам с ней быть, аккуратно возвращать, приостанавливать. Но результат-то какой? На тот момент уже было два года терапии и минус 88%. И на самом деле, может быть, там вообще, если вы могли оценить, насколько действительно там остается количество опухолевых клеток, может быть, там и полный уже ответ. Хорошо. Эти данные уже доложены даже, они уже напечатаны в ланцете. Какие у нас варианты? Может быть, нам вообще в особенностях ответа на иммунотерапию добавить, помимо объективного ответа, прогрессирования, псевдопрогрессирования, еще есть гиперпрогрессирование. Может быть, нам еще намекнуть, что там еще иногда нежелательное явление как-то прячется. И я бы хотела, учитывая, что у меня есть возможность, рассказать несколько клинических случаев. Я сначала думала рассказать, например, это история жизни тоже пациентки на терапии, когда у нас есть рецидивирующая гепатотоксичность. Или, например, когда нам еще не добавляют азолизумаб, приходится дважды редуцировать дозу брафингибиторов. Или, например, вообще полностью прерывать терапию. И при этом мы опять видим псевдопрогрессирование, и при этом мы имеем полный ответ у пациентки. Думала, ну хорошо, может быть, выбрать другой случай, еще рассказать, где, например, много разных нежелательных явлений. Причем они требуют неоднократного использования кортикостероидов, причем в различных трех вот вариантах для этого пациента. При этом уже, к сожалению, приведя к вторичному кортикостероид-индуцированному сахарному диабету. Или, например, за счет того, что бывают крайне редкие осложнения, как, например, агранулоцитоз, который привел к госпитализации, необходимости КСФ и реанимации. Думаю, ну хорошо. И опять же, мы чего добились? Мы добились полного ответа. А потом так волю судеб случилось, что пациентка та же, пациентка, про которую я сейчас рассказала, имеет интересное продолжение. Вы знаете, я расскажу о нем. Апрель. Апрель этого года, наверное, когда мы будем говорить о пациентах, это действительно настораживает нас уже теперь думать и о чем-то еще, когда мы слышим, доктор, у меня лихорадка 39. Вздохнула Наталья Владимировна и все со мной. Смотрю, что еще у пациентки. Сыпь. Честно, сыпь была тяжелая. Очень тяжелая. Вот, ну, процентов, наверное, под 70 поражение тела. Причем она не только имеет какой-то макулопопулезный, она уже и действительно по типу узловой лендулярной ритемы, по типу паникулита, то есть с инфильтрацией и воспалением подкожной клетчатки. Может дать лихорадку? Может, конечно. Астенетрий. Ну, думаю, да. Может это, к сожалению, на фоне этого всего быть? Может. Одышка. Вот тут уже, конечно, как-то не очень уже складывалось. Поднимаем ее результат ПЦР. Смотрим. ПЦР отрицательный. Ну, хорошо. К сожалению, в условиях остыней третьей степени, одышки и всего остального, ну, нельзя не положить пациентку. Я думаю, со мной согласится любой, да. Пациентка госпитализируется и дальше делают ЕКТ. И, конечно, низкий поклон докторам, которые вот в этом всем, в чем они работают, если нам так тяжело, я даже не представляю, каково им, они еще и дали возможность посмотреть, да, они не очень были, общались так вот, но они показали, как это выглядит. И вот они присылают такую картинку. Какое-то дежавю некоторое, да. Два года назад КТ и год назад. Может быть, это пневмонит? Может. Может ли пациентка иметь клинически проявляемый пневмонит, при этом лихорадку, за счет, например, в той же сыпи, которая, ну, вот так сложилась в ее жизни? Может. Ну, вот посмотрели мы снимки КТ, посмотрели описание. Что у нас получается? Если даже выбирать из вариантов действий, ну, без сомнения, надо прерывать терапию. Это мы, конечно, сделали. Если это вирусная пневмония, доктора говорят, что они хотят назначить азитромицин с плаквенилом. Если это рецидив, и причем уже явно третий, наверное, бы хотелось нам, не в апреле 2020 года, назначить адекватную дозу, ну, хотя бы 1 мг на килограмм. Мало ли, редко, но бывает пневмония, как присоединение бактериальной инфекции на фоне пневмонита. То есть вирус, бактериальная пневмония или аутоиммунная. На самом деле это все сложно. И вы знаете, ну, мы связывались вплоть до Америки, мы разговаривали с кем только могли. И все-таки на тот момент, сейчас вот есть уже данные о том, что кортикостероиды можно. А у нас этих данных не было. Они ей не добавляли. И мы посмотрели, что их рекомендация плаквенил, он же тоже иммуносупрессивным действием обладает. И, конечно, как самый страшный вариант, мы, 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 они с нами, с нашей поддержкой начали лечение. И вы знаете, когда пациентка вышла, все-таки у нее один результат ковид положительный получили. Это в поддержку того, что, во-первых, правильно поступили. И, с другой стороны, даже если неправильно, ну, и эта терапия, она была правильна с учетом того, что происходит, с учетом эпидемии, и того, что мы трактуем всегда, как самое тяжелое осложнение, допустим. Мы посмотрели, у нее даже антитела есть. При этом хорошо, что Дженни Эм на тот момент, когда она сдавала и пришла к нам, у нее уже есть выраженная положительная динамика. И заключение КТ, которое говорит, что нужно дифференцировать, потому что КТ-специалисты понимают, что пациентка в том числе на иммунотерапии. Получается, перед нами пациентка, общая выживаемость пациентки с момента постановки диагноза 4 года. 3 года с момента постановки 4 стадии. И получается, вся эта, все 3 года, она получает терапию. А что же нам делать? Да, мы знаем, по данным исследования, очень хорошие данные по времени беспрогрессирования. Все данные, конечно, как аккуратно говорят, незрелые, насколько мы можем. Но цифры на самом деле выигрывают по сравнению с нашими стандартными, там, и пенивы, ну, это время беспрогрессирования, это вот аккуратно будем говорить. Но что нам делать дальше? Вот это тоже вопрос, потому что можем ли мы вернуться? Как мы будем это трактовать? Можем ли мы оставить хотя бы таргетную терапию? Будем ли мы редуцировать? Ну, хорошо, допустим, редуцировать мы будем. По крайней мере, потому что у нее была сыпь. Вот здесь вопрос тоже на миллион долларов. Как поступить с этой пациенткой? И когда вот то, что мы обсуждали до этого, можно продолжить лечение, если мы знаем, что у пациента перенесенная ковид-пневмония? Спасибо за внимание. Спасибо.